всем привет друзья как у вас дела у нас уже совсем мало времени осталось до вылета то есть получается меньше недели а у меня еще не собраны чемоданы и я даже не доставала я даже не смотрела какую одежду я возьму единственно до этого вот мы ездили покупали там купальник мне каролине там сержу и я еще даже не делала ревизию каких вещей мне в принципе не хватает и что нужно еще будет положить но ничего страшного так обычно всегда бывает что я ничего не успеваю хотя по большей части мне это всегда так кажется сегодня у меня план такого что я хочу приготовить еды на целый день возможно еще и на завтра серж поедет по своим делам а вот мы с каролиной будем получается дома буду делать сейчас нам завтрак возьму такой хлеб для сэндвичей немножко его поджарю без масла на сковородке но подсушу вернее яйца пожарю себе перепелиные сержу куриные и с творожным сыром с огурчиком с помидорами сделаю бутерброды нам на утро каролина еще спит поэтому ей потом яйца если она захочет пожарю либо кашу сварю серж не захотел сын еще хочет просто намазать масло сыр и отдельно есть и помидорки черри с яйцами а я себе сделала таки сэндвич вот так он выглядит яйца сыр намазала и огурцы помидоры а здесь у меня остались три яичка и все буду завтракать буду есть приезжал курьер принес мне посылочку я заказывала книги значит книжка называется обними меня крепче мне так понравилась обложка смотрите как она красивая минималистичная но при этом красивый розовый цвет чем эта книга об отношениях как сохранить отношения и как вообще сделать так чтобы ну то есть было меньше скандалов здесь практические задания есть истории разные потому что очень часто бывает что допустим кто-то из партнеров злится и так далее ну в общем короче такая интересная книжка мне показалось нужно и в этом направлении тоже как-то развиваться заказал для каролини вот такую книжку жизнь в океане просто шикарные книги это издательство миф и птицы в городе животные вообще нужно знать как как они выглядят и вообще что это за животные твой первый бестселлер это моя книжка для себя заказывал как написать роман пьесу сценарий для фильма или игры но и то есть это мне нужно для видео чтобы делать их интереснее и вот заказала буду тоже ее читать на досуге нравится что здесь она в таком красивом оформлении то есть будет не скучно читать как видите и есть еще такая книжка мамы папы и детеныши это животные россии я хочу с каролиной просто сесть и каждый раз по там не знаю по одной по две странички читать чтобы она знала какие детеныши как их называют детей как они выглядят где они водятся и так далее тоже но такая энциклопедическая книжечка у нас раньше в детстве было много таких книг хотя они были в дефиците раньше книги было очень тяжело у нас достать вот и поэтому я каролине заказываю нет нет до этого я заказывала там тоже про животных но немножко для больших детей а этот как раз для нее подойдет идеально когда мы с каролиной ходили на обследование перед школы проходили вот медкомиссию буквально недавно какой-то из врачей уже не помню какой задавал там вопросы задачи и давала но обычно такие задачи дает либо же психолог либо же логопед но и там не было психолога и логопеда по моему это педиатр даже был я уже не помню короче вот она спрашивала допустим как зовут детеныша там лошади и коня и каролина затруднялась сказать то есть она говорила пони но пони же это как бы просто лошадь и либо же она говорила лошадка она горит нет лошадка это уменьшительно сказать она нужно говорить им на жеребенок а какие-то более сложные она давала задачи там по картинкам логически все это у нее получалось и вот она говорит ей нужно именно вот эти простые вещи выучить а какие-то сложные задачи у нее очень хорошо получается решать поэтому я решила заказать собственно такую книгу потому что но это не знаю я над этим вообще как-то не парилась потому что я в принципе в ее возрасте на куриный хвост на экзамене когда в школу говорила курячий и поэтому посмеялись ну как бы все я правильно решила и на это не обратили внимание поэтому меня приняли в школу до 6 лет еще я решила отварить куриную грудку и заодно бульон каролина любит есть грудку либо так я тоже поем ну либо сделаю какой-нибудь салатик посмотрим я решила сделать салат из молодой капусты которую я делала в детстве и мне очень нравился его вкус чем нарезаете вот так капусту ну можно в принципе полосочками нарезать но мне так больше нравится помидоры я взяла черри потому что они сладкие лук обязательно и можно например зелень свежую мне это кинза теперь я немножко солю капусту отдельно потому что так удобнее и оставляю где-то на пять минут ну помешать естественно через пять минут уже капуста немножко уселась и я добавила значит это черный перец кинзу сушеную еще обычно добавляла красный острый перец порошком но он у меня закончился немножко добавлю яблочного уксуса но либо же вообще можно лимонный сок кстати да чтобы лимон не пропал сейчас лимонный сок добавлю и все это перемешиваю получается очень вкусно но еще вкуснее будет если добавить допустим оливковое масло но если же вы хотите чтобы это салат дольше хранился то масло добавлять не нужно просто так вот оставить я масло добавлю только в порцию которую будем есть мы сейчас остальное загружу вот так вот холодильник и все чтобы можно было там хотя бы два дня этот салат держать вот сюда в салатницу я добавила уже оливковое масло а здесь просто оставила но это нам хватит на несколько дней салата потому что не знаете что будет есть или нет но однозначно ему понравится вот и так как мы мало едим сейчас этого точно нам хватит отварила себе гречку каролина уже поела бульон вместе с мясом и я значит просто нарезал курицу с гречкой буду есть салатом и смотреть какой красивый компот я еще сварила сделала где много ягод прям такой насыщенный насыщенный и мало сладкий очень вкусный обожаю прям компот люблю я сегодня вздремнула и как раз вот в этот момент поступил звонок мне на телефон что там говорили что мне нужно какие-то документы заполнить там можно декларацию и так далее это когда да 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 и все и как бы трубку положила потом когда уже совсем очнулась думаю что уж там нужно было потом вспомнила что с утра приходила смс к нужно загрузить документы для того чтобы получить посылку ну то есть растаможка что произошло и посылка ко мне идет издалека и в этой посылке должна быть моя серебряная кнопка к этому каналу собственно я зашла на этот сайт начал заполнять и мало что там понятно конечно позвонил на горячую линию но она толком не работает вообще там никто не взял трубку половина там автомат отвечает и очень ничего мне не получилось потому что нужно какое-то подтверждение заказа но у меня как бы какое подтверждение заказа это же по сути у меня не интернет заказ нужны какие-то документы но я загрузила не знаю там скриншот посмотрим дойдет ли до меня эта кнопка а знаете что самое обидно что будет храниться получается эта кнопочка у них на складе три дня и ну с момента получения смс сообщения то есть еще три дня и потом уже каждый день будет 500 рублей оплачиваться из-за того что я не знаю как заполнить документы скорее всего за эти три дня так и я не успею разрешить этот вопрос а если мы потом улетим и я эту посылку не заберу то есть вы понимаете да если за две недели там дней за 15 сколько набежит сумма чтобы потом получить мне эту серебряную кнопку она выйдет действительно как серебряная как на по-настоящему серебряная как из серебра как будто сижу сейчас за компьютером перекидываю всю информацию на жесткий диск я обычно всегда так делаю когда куда-то летаю потому что иначе если что-то случится с компьютером чтобы мне информация вся не ну как бы не пропало и параллельно еще заполняя свой ежедневник нашла наклейки и не остановилась не смогла точнее остановиться все обклеила на несколько недель вперед уже все наклейки извела они такие классные то что вот ну вот плоские и из-за этого ежедневник не будет толстым и ручка когда будет ходить допустим на оборот на стороне не будет застревать я это терпеть не могу раньше разные наклейки использовала потом как-то от этого отошла просто красивенький ежедневник взяла а сейчас хотела вам показать смотрите какой он весь это все не отстил но не оттирается грязный каждый не пользуюсь его здесь уже даже уголки все стали такие помятые вот смотри вот так это все выглядит видишь как их много мама где ты нашла такую интересную книгу специально для тебя заказала нравится не так интересно чтобы ты больше не говорила на детей коровы мычатки мучонки мучонки как детеныша корову зовут теленок а не мычонок потому что мучить я сделала порядок верхней полочки это у меня основная полка и здесь храню все свои ручки которыми пользуюсь маркеры текстовый делитель точнее и нашла оказывается у меня есть два стекла на телефон все же попрошу чтобы он наклеил мне потом одно и на каролине ipad оказывается еще стеклышко есть пока живет ipad пусть будет на нем стекло мой телефон вот этот сейчас вот этот который собственно новый здесь у меня так и не было стекла но уже царапки есть но ничего страшного мне как бы не жалко зато я пользовалась хорошо пока каролина сержем там читают я сижу за компьютером сейчас хочу все закончить чтобы с утра не сидеть потому что завтра у нас будет тренировка достаточно ранее в 12 часов утра мы пойдем у серже там будет тайский бокса у меня ну просто наверно какой-то кардио сделаю ну и плюс еще скорее всего растяжку потом после кардио чтобы мышцы уже были разогреты и хотела ответить на вопросы которые были в большом количестве под несколькими предыдущими влогами о моей татуировки на ключице который кстати говоря уже нет кстати она выглядела видимо настолько натуральный настоящий что всего лишь по моему один человек подумал что это переводная наклейка остальные все поверили что это настоящая татуировка потому что очень красиво смотрелась мне самой понравилось на самом деле я просто снимала видео на основе на канал и там использовала эти татуировки которые привезла из кореи там на корейском языке было написано здравствуйте и спасибо очень симпатично смотрелось а по поводу настоящей татуировки я никогда не задумался о том чтобы сделать ее ну то есть что-то где-то наклеить там для разнообразия это можно сделать татуировку именно конкретно настоящую я наверное никогда не решусь потому что я не знаю что нужно набивать что нужно чтобы она означала ну то есть для этого у меня нет наверное храбрости и смелости для татуировки да и желания собственно тоже поэтому у меня нет никакой татуировки но многим она понравилась вот так вот напишите кстати в комментариях шла ли мне эта татуировка или же нет уже со следующей недели будут все влоги скорее всего о сборах в турцию и собственно влоги из турции будет очень много видео так что ждите я сама этого очень сильно жду и многие зрители уже пишут ну когда же вы уже улетите чтобы посмотреть влоги из путешествий все будет вот поэтому ставьте пальчик вверх под этим влогом если он вам понравился смотрите мои предыдущие влоги если вы их пропустили и увидимся с вами уже завтра всем удачи и всем пока